Вовочка устроился делать яичницу. Ему дали огромную корзинку с яйцами, они все абсолютно одинаковые по виду, и сказали, что будешь пить яйца на сковородку и жарить яичницу. Чтобы было веселее и как-то более похулигански, он решил сделать следующее. Не просто разбивать яйца, а взял два яйца и сказал, что начинаю между вами рыцарский турнир, узнаю, кто из вас крепче, и ударил друг от друга. Одно яйцо разбилось, он его на сковородку, а другое осталось. После этого оставшееся яйцо он по-прежнему держал в руке, взял новое яйцо, опять начинаем рыцарский турнир, так он сделал пять раз, и все время яйцо, которое он в первый раз взял в правую руку, побеждал. С какой вероятностью в шестой раз оно тоже убедит? Яйца прочность не теряют. Да, считается, что яйца прочность не теряют. Для настоящих яиц это немножко странно, поэтому давайте от хулиганской формулировки перейдем к математической. Математическая формулировка такая. Возьмем много-много листочков бумаги и напишем на них разные числа. Ну, самое простое, сто листочков и один, два, три, четыре, сто. После этого их кладем числами вниз, долго-долго мешаем, тщательно мешаем, и потом выбираем по одному листочку в левую и правую руку. То число, которое меньше выбрасываем, то число, которое больше, оно победило. Потом берем следующий листочек, вот, да и то же самое. Вот как вы считаете, в шестой раз с какой вероятностью у нас произойдет победа этого ветерана? Ну, по идее, одна вторая. Одна вторая, конечно, одна вторая. Давайте объясните. Либо он победит, либо нет. Коль, дай ей сказать. Потому что у обык и х одинаковые шансы на победу у них одинаковые. Потому что может победить как и первая, так и вторая. Да? Почитаем. Точно. Хорошо. А вот такая идея. А вы понимаете, что у нас там были числа, 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 и шесть, нет, даже семь листочков мы взяли, и при этом листочков всего у нас было сто штук. Так? А ведь пять маленьких чисел мы уже выбросили. Так может быть даже вероятность будет меньше, чем это вторая. Мы уменьшили количество листочков, которые могут ему проиграть. Да. А количество листочков, выигрывающих его, осталось неизменным. Да. То есть вероятность может быть меньше одной второго. Наверное. Наверное. И вот когда на работу берут людей, обычно же каких людей стараются принять на работу? Молодых. А старые, они обычно, ну как они, старые, слабые, глупые. Правильно? Нет, ну хотя наоборот, но люди думают, что так. Типично. Нам нужен молодой перспективный сотрудник. Обычно пишут, да? Отлично. Вот это вот новое яйцо или там новое листок бумажки, он же что-то называется молодой перспективный. А этот старый, то, что он победил пятерых, это, наверное, ни на что не влияет. То, что это же было в прошлом. Это в прошлом он победил пятерых. Их уже нет. Их уже выбросили. Вот. Или все-таки, вот вы бы на что поставили? Я бы поставил на то, что яйцо отрезкается. То есть... Нет, мы договорились, что они не отрезкаются. Ну, мы говорили, что это время. То есть вам кажется, что старый, как он побывал в боях, и явно не стоит его еще раз, да? Отлично, спасибо. Допустим, у нас, правда, только что победили пятерых. И сейчас есть яйцо-победитель, которое победило пятерых. Есть пять проигравших. И есть новое седьмое яйцо. Да. Понятно, что остальные 93 яйца не влияют на что. Ну, давайте говорить не о яйцах, а о листочках бумажки с численами. Остальные числа ни на что не влияют, правда? И, более того, величины чисел не так интересны. Важно, какое больше, какое меньше. Да? Что мы знаем? Что победившие срок бумажки больше, чем пять других чисел. Ну, давайте пронумеруем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да? И после этого уже можно представить, что вообще никаких других чисел нет. Просто у нас есть числа от одного до семи, и все. Договорились? Смотрите. Либо победившее победит новое, либо проиграет. Так? Если оно победит, то оно седьмое, то есть самое сильное. Так? А остальные могут как-то располагаться на шести местах. Поэтому таких вариантов... Нет, непонятно, что только располагаться на местах. Порядочен, минута сильных. Нет, 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 нет. Надо сначала Никите объяснить, что когда вы занимаетесь теорией вероятности, вы всегда занимаетесь на самом деле не физикой, а математической моделью. Мы занимаемся математической моделью. Так? Что значит математическая модель? Это значит, мы сейчас должны думать не о космосе, не о каких-нибудь там взаимодействиях, не знаю, чего-нибудь с чем-нибудь, а должны свести задачу к какой-то комбинаторной задаче про перестановки чисел. И когда мы берем случайным образом листочек бумаги, вот пусть у нас есть числа от 1 до 7, сколько способов в принципе, вот если их перевернуть, перемешать и потом опять разложить в ряд, сколько таких рядов всего бывает? Разных? Да. 7 факториалов. Абсолютно верно. Всего рядов 7 факториал штук. Всего. И если бы мы с вами решали задачу о всех вариантах, то надо было бы посчитать, сколько из них нас интересует, и потом делить на 7 факториалов. Но! Тут в чем дело. У нас задача... Только о тех вариантах, в которых... Об условных вероятностях. У нас то, что называется условная вероятность. Нам сказали, что в первых пяти боях листочек победил. Замечательно. Значит, так единственное, нам нужно договориться, в каком порядке мы их берем. Вот давай, значит, нарисуй, где у тебя левая рука, где у тебя правая рука. И как лежат листочки, которые мы берем. Напиши букву L. И еще у тебя есть очередь из... Почему проигравших? Почему проигравших? Нет, очередь. В принципе, очередь из листочка бумаги. Всего 7 чисел. То есть числа от 1 до 7. Как-то должны быть расположены. Что такое левое и правое? Левое – это то, что мы в первую секунду возьмем в левую руку. Правое – то, что мы в первую секунду возьмем в правую руку. Потом следующее – это то, что после этого возьмем. Потом после этого возьмем, после этого возьмем. И самое последнее правое – это что? Это то, что возьмем в самый последний момент. Пока все понятно? Пока все понятно. Замечательно. А теперь давайте разбираться. В принципе, какое из 7 чисел может быть в правой позиции? Смотрите, самым сильным листочком с наибольшим числом может быть либо новоприбывшая, либо старая победитель. Где-то там 6, где-то там 7. Отлично. Значит, проведи горизонтальную черту. Левая семерка не может быть ни за что. Потому что левая сразу исчезла. То, что мы взяли в первую секунду в левой руке, там не может быть семеркой. Никогда. Вы говорили, что ваш победитель в правой руке всегда. Да. В левую руку вы берете новую руку. Вначале в левой руке что-то, а потом в нее по очереди будут поступать вот из этих штук. Да. Вначале единицы. Вначале не знаю. Единицы, не единицы. Просто зелёточку какую-нибудь. Мы не знаем, что там в начале. Вот. В левой руке в начале неизвестно что. Да. А в этих позициях тоже непонятно что. От одного до семи без какого-то элемента. Почему до семи? А, кстати, да. До семи. Только не без какого-то, а без шестёрки. Всё. Станем там звёздочки. Совершенно верно. Да. Так. Отлично. Шестёрка победила всех. Шестёрка победила всех. Это значит, что вот последняя звёздочка – это вовсе не какой-то значок. Если шестёрка победила всех, то последняя – это семь. Если шестёрка победила всех, то на последнем месте стоит семь. Отлично. И теперь вопрос. Вот таких ситуаций сколько штук? Сколькими способами можно числа от одного до пяти поставить на вот эти вот пять мест? На места этих звёздок? Пять факториал. Пять факториал – это сколько? Сто двадцать. Сто двадцать. Отлично. Давайте запишем где-нибудь сбоку. Сто двадцать. Не здесь, а рядом с этой строкой сбоку. Вот таких строчек всего сто двадцать штук. Да. Вертикальную черту проведи, чтобы не путалось. Отлично. Но это не все варианты. Мы какие ситуации выписали? Когда в первый раз в правой руке было число шесть. Отлично. Есть то, что вы в первую секунду взяли в левую руку и в правую. И после этого какие листочки нам по очереди приходили? Так. Замечательно. Менялась только левая рука. Ну, конечно. Ничего себе. Теперь ты должен нарисовать ситуации другие. Что ещё могло быть в первую секунду в правой руке? В семёрку. В семёрку, конечно. Потому что если бы там была, скажем, единица, или двойка, или даже пятёрка, то она бы обязательно проиграла в какой-то момент. А вот семёрка могла быть. И тогда что? Тогда не важно, где шестёрка. То есть получается шесть бактериаловых способов. Да, потому что звёздочки везде поставь. Семёрка побеждает кого угодно. И поэтому мы не знаем, кого она там побеждала. Важно, что она пятерых уже победила. И шесть факториал – это сколько штук? Семьсот двадцать. Семьсот двадцать. А теперь вопрос. В каком случае листочек ветеран проиграет? Сколько вариантов? Ветеран проиграет в ста двадцати случаях из восьмисот сорока. В ста двадцати случаях из восьмисот сорока. Надо написать эту дробь. Одна семья. Понятно? То же самое для случая, когда n листочков. Какая там будет формула? Когда n листочков… Не пять, а n. То есть всего n плюс два. Теперь числитель и знаменатель делим на n факториал. Что получается? То есть 1 плюс n плюс 1. То есть n плюс 2. Понятно? То есть одна седьмая, потому что 1 разделить на 5 плюс 2. Между прочим, получается, что, может быть, старых троработников выгоднее брать. Вероятность проигрыша у него… Да, вероятность победы – это единица минус 1 n плюс 2. Вероятность проигрыша у него меньше, чем вероятность выигрывания. Вероятность проигрыша у него во многое раз меньше. В n плюс 1 раз меньше. А вот. На самом деле, это все можно было объяснить намного легче. Давайте вернемся к идее листочков бумаги. Что значит, что у нас ветеран проиграл? Вот у нас есть n листочков, у которых он выиграл, да? Вот это тот самый листочек ветеран, у них у всех выиграл. И есть листочек претендента. Всего n плюс 2 листочка. И один из них – это будет тот самый претендент, который вы выигрывали. Самым последним вытащим, да? Замечаю. Давайте посмотрим с его точки зрения. С кем фактически он будет играть? Можно, конечно, рассказывать эту историю, про то, что там есть такой вот, который у всех выиграл. А можно сказать так, он будет играть с чемпионом среди n плюс 1 листочка. Правильно? Отлично. В каком случае он выиграет у чемпиона остальных листочков? Ну, когда он сам чемпион. Среди? Среди n без двух. А вот когда у вас лежат n плюс 2 листочка, с какой вероятностью один из них будет самый большой? С вероятностью одна n плюс 2. Вот только когда у вас есть n плюс 2 листочка, то любой из них с одной и той же вероятностью является чемпионом. Значит, ответ последний, вот этот листочек, окажется самым большим и, соответственно, выиграет у чемпиона предыдущих с вероятностью одна n плюс 2. Есть n плюс 1 листочек, из которых уже выбрали победителя. И вероятность того, что среди них чемпион n плюс 2 листочков, это n плюс 1 делить на n плюс 2. Конечно. Конечно. Поймите, как мы из них выбрали победителя, не так важно. Там может было хитрое формулирование, что тот-то победил того, а потом тот-то в его заводе и так далее, и так далее. И вот пришел новый. И ответ будет 1, 2. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!